Куда потратить деньги в следующем году? Главный финансовый документ на этой неделе обсудили публично. Ранее он прошел нулевое чтение. В результате уже сформирован ряд поправок. Бюджет на 2014 год экономисты обещают в финансовом плане трудным, но не критичным. Сложная ситуация на мировом рынке повлияла и на наш регион. Хакасия недополучила налоги. В результате доход в следующем году вырастет незначительно. Составит более 18 миллиардов рублей. При том, что бюджетные расходы с новыми обязательствами по дошкольному образованию увеличились. Республика потратит практически 20,5 миллиардов. Дефицит более 2 миллиардов рублей. Несмотря на это, затраты на социальную сферу обещают специалисты не уменьшатся. Льготы, программы поддержки – все в прежних объемах и дальше профинансируют из бюджета Хакасии. Первоочередной задачей при разработке бюджета являлось повышение эффективности бюджетных расходов и переориентация бюджетных ассигнований на реализацию приоритетных направлений государственной политики при выполнении условий не снижения качества и объемов предоставляемых государственных услуг. Общий объем средств, направляемый на формирование фондов оплаты труда в 2014 году, составляет 8 миллиардов 680 миллионов рублей с ростом к 2013 году на 25,6%. Тем не менее, депутаты Верховного Совета предложили муниципалитетам в голодный по денежному резерву год более рационально подойти к расходам. У Хакасии есть огромный потенциал для экономии. Причем не путем сокращения финансирования. Появились и первые предложения по поправкам. Последнее приобретение парка автомобилей – это нацпроект здоровья. Это пять лет назад последние были. Мы получили в следующем году стопроцентный износ всего парка автомобильного скорой помощи. И когда у нас падают самолеты и вертолеты, мы начинаем анализировать, а как было техобслуживание, а сколько они эксплуатируются и как. Так вот в следующем году будет стопроцентный износ. Поэтому обязательно необходимо предусмотреть средства на приобретение автомобилей и доукомплектование. Как выход из кредиторской задолженности депутаты Хакасии предлагают пересмотреть налоговый потенциал региона. К примеру, земельный налог. В поселениях сегодня разрабатывают генпланы. Они обозначат участки, на которых сегодня идет строительство из категории сельхозназначения. Сборы от них возрастут, доходная база станет больше. В планах парламентариев вывести незарегистрированные дома. Пять населенных пунктов в постсовете, 674 домовладения. В настоящее время, так или иначе, в тех или иных базах присутствует 70, 10%. Остальных нет нигде, ни в каких базах, ни с какими номерами, ни как плательщиками, ни не плательщиками, никак. Как бы это ни было, Конституцией и законодательством России установлено, что каждый должен платить установленные законом налоги. Серьезный рост почувствуют и местные бюджеты. Еще один спорный вопрос – водный налог. Ни один водоем в Хакасии не входит в хозяйственный оборот. А значит, официально водоемы не могут быть источниками доходов, несмотря на то, что в реальности приносят прибыль. И немалую. И тогда возникает вопрос, эта земля-то какая? А это земля рекреационного назначения. И совершенно абсолютно все равно, кто там владелец этой земли. И налог на эти земли, которые должны платить, потому что это земля другого статуса. Он, по-моему, в 10 или 15 раз отличается, если не больше. Ну, по Виктору Ивановичу доложит. И такая практика есть. В Алтайском районе перевели кусок реки вокруг речки Абакан в земли рекреационного назначения. Ну, нашелся товарищ, похоже, там, который это дело в аренду взял и так далее. Еще одно предложение – усилить контроль за экологией. За негативное влияние придется платить. Проверять и контролировать, загрязняется ли окружающая среда, в Хакасии будет новый госорган Министерства природных ресурсов и экологии. Эта проблема многих годов оставалась в тени. Как такового контроля в республике не было. Сегодня экологические взносы отчисляют лишь 200 фирм и предприятий. Пока обдумывают верстку бюджета и еще есть время внести коррективы, о своих финансовых проблемах говорят и главы муниципалитетов. Во-первых, это необходимо оставить на селе те кадры, которые еще у нас остались, и привлечь новые, как медицинских работников, как педагогических работников. Это необходимо строить жилье на селе. Поэтому просим эти программы не сворачивать, а финансирование все-таки предусмотреть. Все предложения еще не раз обсудят на сессии парламента. Она пройдет уже в ближайшую среду, 27 ноября. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...